С главными новостями этого дня в студии Валентина Чибичек. Министерство обороны России предусмотрит финансирование на реконструкцию аэродрома в Наринмаре. Столица Ненецкого округа вошла в число 10 аэропортов в арктической зоне России, на строительство и реконструкцию которых будут выделены средства по линии министерства. Силами предприятий при спецстрое России ведется строительство и реконструкция 5 аэродромов на арктическом побережье России. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции аэродромов Наринмар, Североморск-3, Воркута, Анадырь и Алыкель. Оператор аэропорта Наринмар – открытое акционерное общество Наринмарский объединенный авиаотряд, 100% акций которого принадлежат Ненецкому автономному округу. В комплекс сооружений аэропорта входит аэродром совместного базирования, принадлежащий Министерству обороны России. Ведомство планирует провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перонов военного назначения. В Ненецком округе рассмотрели возможность привлечения частных инвестиций в сферу энергетики и ЖКХ. Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по реализации механизмов государственно-частного партнерства на территории региона. Участники совещания обсудили предложения инвестора по заключению концессионных соглашений в отношении нескольких объектов сферы энергетики и ЖКХ. По каждому из объектов будет подготовлено экспертное заключение. Конкретные механизмы реализации ГЧП-проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона прорабатываются по поручению главы региона Игоря Кошина. В своем бюджетном послании губернатор привел статистику по заключению подобных соглашений в России. В России заключено 271 конституционное соглашение с суммой обязательств на 71 миллиард рублей. Еще более интересная статистика. В регионах, заключившие конституционные соглашения, аварийность теплоснабжения снизилась на 47%, теплопотери на 18%, водоснабжение аварийно снизилось на 21%, а потери ресурсов на 14%. Нужно ли говорить о том, какими должны быть наши дальнейшие шаги? На сегодняшний день в округе заключено всего одно конституционное соглашение. За полгода ненецкие рыбаки выловили почти 7 тысяч тонн рыбы. В Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа подвели итоги добычи водных биоресурсов за первые 6 месяцев 2016 года. За полгода квоты на вылов рыбы освоены на 47,5%. Львиная доля улова приходится на морской промысел. С января по июнь 2016 года суда Ненецкого рыбаколхоз Союза в акватории Баренцева моря и в прибрежной части выловили 5 290 тонн трески, более полутора тонн пикши и 36 тонн окуня. Промышленный вылов на внутренних водоемах Ненецкого автономного округа за полгода составил 77 тонн. В основном предприятия и индивидуальные предприниматели осуществляли добычу наваги, щуки, сега, платвы, язя, пеляди и других видов рыб. Коренные малочисленные народы Севера выловили 526 килограммов рыбы. В основном это щука, платва и сик. Улов рыбаков-любителей на Печоре представлен рыбами горбуша, сик, налим, щука. Общий объем за полгода составил 1,8 тонн. Скоростной интернет приходит в поселение. Ростелеком завершил работы по созданию новых точек доступа в интернет на территории округа. Ремонтный сезон в разгаре. Муниципалитеты подводят первые итоги проведенных работ по благоустройству. Больше интернета окружным селам. Ростелеком запустил в эксплуатацию 15 точек доступа в интернет на территории Архангельской области и Ненецкого округа. Установка точек доступа проходит в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства. Связь с большой землей и новые коммуникационные возможности. Скоростной интернет сегодня необходим не только в Наринмаре, но и на периферии. В 2015 году первые точки доступа по спутниковым каналам связи были организованы в поселках Бугрино и Шойно. Сегодня к ним присоединились Тельвис, Калабашская, Оксина и Коткино. Для этого в населенных пунктах были построены оптоволоконные линии связи общей протяженностью порядка 117 километров. По словам глав муниципалитетов, воспользоваться скоростным интернетом населению пока не довелось. Она подключена, работает, выдаёт Wi-Fi, но подключиться к ней невозможно. Сейчас идёт работа НКС, они хотят вроде бы на себя взять под свою ответственность. Идёт согласование земли для того, чтобы провести кавер для соединения ЦИТУ, электротехническим участком и потом запускать. Планируется запуск вот этой вот точки где-то примерно 20 августа, как я понял, работников НКС. Питание запущено, точка проверена, Wi-Fi тихонечко выдаёт. То есть нужно запускать уже её для подключения к населению абонента. Как отмечают специалисты Ростелекома, перед подключением к Wi-Fi необходимо прочитать инструкцию. Она размещена у каждой точки доступа – железобетонной опоры с необходимым оборудованием. Доступ в интернет обеспечивается по технологии Wi-Fi с радиусом охвата территории до 100 метров и со скоростью передачи данных не менее 10 мегабит в секунду. Жители населённых пунктов, где заработали точки доступа, могут пользоваться услугой интернет бесплатно для получения государственных услуг. Для получения полного доступа к сети интернет предлагается два тарифа – суточный с оплатой 1,5 рубля за сутки или месячный с оплатой 45 рублей за пользование услугой в течение месяца. Информация о том, как пользоваться услугой, у нас размещена в точках доступа. Если есть какие-то вопросы у жителей, мы готовы в адрес глав сельских поселений, там, где возникают проблемы с использованием услуги, написать подробные информационные письма от лица компании Ростелеком, где подробно объясним, что, зачем, как и сколько это будет стоить в плане использования услуг интернет в точках доступа. Установка оборудования для высокоскоростного интернета в поселениях округа началась через год после подписания трёхстороннего соглашения. В июне прошлого года губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и президент Ростелекома Сергей Калугин подписали в рамках Петербургского международного экономического форума договор о сотрудничестве. Валентина Чибич и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Более 600 педагогов Ненецкого округа соберутся на традиционную августовскую конференцию. Она пройдёт в Наринмаре с 25 по 26 августа. Главные темы большой встречи – новые подходы к гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов и развитие единой образовательной среды региона. Как сообщает Пресс-служба Департамента образования, культуры и спорта на торжественном открытии конференции, губернатор Игорь Кошин вручит отраслевые награды лучшим педагогам. Вице-губернатор Галина Медведева осветит в своём докладе стратегические ориентиры развития системы образования в Ненецком округе. Участники заседания Межведомственного координационного совета по вопросам патриотического воспитания обсудят ход реализации в регионе национальной стратегии развития воспитания на период до 2025 года. В рамках конференции состоится круглый стол на тему кочевого образования. В продолжении конференции с 30 августа по 30 сентября для руководителей образовательных учреждений Наринмара и населённых пунктов округа пройдут семинары-совещания в режиме видеоконференц-связи по вопросам повышения эффективности управленческой деятельности. Тельвиска засверкает ещё ярче. Село готовится к проведению реконструкции линий электропередач. В планах руководства муниципалитета в 2016-2017 годах полностью обновить сельскую электросеть. Что касается благоустройства, сегодня глава поселения уже может подвести первые итоги. В пустя один летний месяц в селе уже заметны результаты благоустройства. Для детей установлены два детских комплекса. Они соединяют в себе игровую зону и гимнастический комплекс. Кроме того, этим летом в селе появится универсальная спортивная площадка для занятий футболом и баскетболом со специальным резиновым покрытием. К работам будут привлекаться все, кто хочет подработать в летний сезон. Уже намечены работы по обустройству причала в деревнях Макарова и Устье. Состоялись торги по определению подрядчика на обновление линий электропередач. По подготовке к осенне-зимнему периоду в этом году мы займемся реконструкцией линий электропередач в селе Тельвиска. Так как у нас уже устье Макарова реконструкция проведена, по Тельвиске еще есть вопросы. То есть линии уже стали ветхими, провода, которые ветром раскачивают, бывают замыкают. Срок исполнения заказа 15 августа. К 30 июля будут обновлены кирпичные мостовые. Весной тротуары размыло и теперь требуется приложить кирпич заново. Работы будут выполнены за счет средств подрядчика. В селе продолжается строительство долгожданной школы на 100 мест. Образовательная организация возводится в рекордные сроки. Уже сейчас ведется работа по обшивке фасада. На сегодняшний день они ведут работы по обшивке наружной здания, по укладке теплотрассы, по установке систем септиков. Кроме этого, там будет проходить установка пожарного водоема, установка трансформаторной подстанции. Работы ведутся. Также, я думаю, что они в ближайшее время будут начинать работы по благоустройству участка. Внутренние работы. В принципе, у них все по плану идет. Школа будет двухэтажной. Общая площадь здания по проекту 3630 квадратных метров. На первом этаже школы разместится спортивный зал, кабинет кулинарии, кабинет по обработке тканей, мастерская для трудового обучения с инструментальной, медицинский блок, столовая и другие необходимые помещения. На втором этаже будут расположены учебные классы, библиотека, серверная, актовый зал, кабинет социального педагога. У центрального входа будет оборудован пандус. Согласно графика, новое здание введут в эксплуатацию в 2017 году. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал Север. Приобщаются к удочке и рыбалке с малых лет. На Рейнмаре прошел ежегодный турнир по рыбной ловле. Главные призы соревнований достались юному рыболову. 60 килограммов сороги, окуня и ершей выловили в минувшие выходные рыболовы-любители. Так жители Нарейнмара и ближних поселений в третий раз отметили День рыбака. Азартные рыбаки соревновались в восьми номинациях, главной из которых – самый большой улов. С победителем пообщался наш корреспондент Дмитрий Марков. Традиционным местом турнира по рыбной ловле стала река Куя в районе озера Харитоновское. Всего в соревнованиях приняло участие более 60 жителей нашего округа. Немаленький дождь, ненадоедливый мошкара не мешали рыбакам заниматься любимым делом. Правила в турнире одинаковы для всех участников – мужчин, женщин и детей. Для ловли используется поплавочная удочка, не более двух крючков, наживка и подконка на свое усмотрение. Территория лова ограничена по реке Куя от озера Харитоновка и дальше. Здесь у нас все в равных условиях. Почему и большее количество людей привлечь внимание, даже школьников, детей младшего возраста, чтобы уже привыкали к рыбалке на удочку. Какие-то основы знали, азы. В соревновании приняли участие как новички, так и опытные рыбаки. Один из них – Сергей Цветков. Рыболов-любитель принимал участие в турнире по рыбной ловле в Архангельской области. Говорит, в рыбалке прежде всего надо готовить прикормку и наживку. Для турнира Сергей приготовил прикорм подсекайка. Отечественное производство. Для усиления аромата добавил анис и чеснок. У меня как бы настрой идет специально. Ну, предполагалось, что будем ловить не очень крупную рыбу. Поэтому основную леску сделал 0,18. Поплавок небольшой – 4 грамма. И поводок поставил флюрокарбон 0,14 обычный. Крючок тоже небольшой, вот некрупный. Одна из двух женщин-участниц, Татьяна Игнатьева, считает, что в рыбалке главная тишина. Подтверждение своей теории находит в ежевечерней ловле на удочку. Когда поблизости не ездят машины и не слышно разговоров, рыба идет на ура. В турнире ко дню рыбака принимает участие впервые. Пока участники внимательно следят за поплавком, жюри оценивали эмблемы турнира по рыбной ловле. На конкурс было выставлено 6 макетов. Победителем признан Саша Корытов. Кроме того, Саша стал первым в номинациях «Самый большой улов» и «Самая большая цепь из рыбы». Улов, начинающий у рыбака, в длине состоял 20 метров, в весе более 4 килограммов. Готовились, сюда приезжали. Так говорили, ничего не было. Вечером, когда тепло было. Вот в прошлом не участвовал. Может, и участвовать буду. Обладателем первой пойманной рыбы стала Татьяна Шапова. Самую маленькую рыбу поймала Нина Абакшина. А самую большую выловил Денис Кузнецов. Дмитрий Марков, Антон Выдряков, Телеканал Север. В селе Теревска завершил свою работу пятый юбилейный окружной форум творческой молодежи «Арт-квадрат», который проходит в рамках государственной программы Ненецкого округа «Молодежь НАО». Ребята в очередной раз показали, что они талантливы, открытые и, как они сами признаются, не лыком шиты. На праздники народной культуры побывала Елена Семеновичева. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Эти слова отображают ту атмосферу, которая царила на протяжении пяти дней в Тельвиске. 17 поющих, танцующих и увлекающихся различными видами искусства молодых людей собрал в одном месте этнографический молодежный лагерь Тельвиска «Арт». Ребята из Оксина, Великовисочного, Тельвиски и Нарьинмара на протяжении пяти дней открывали для себя мир искусств. Каждый из них год от года мечтает и старается попасть сюда, ведь именно здесь они приобретают знания, умения и добрых друзей. А основная его цель, во-первых, собрать на одной площадке активных творческих ребят из разных населенных пунктов. У него и статус такой межмуниципальный. А вторая главная цель – показать, что народная культура – это не что-то инородное. Это то, что привлекает, это то, что нужно знать и чем можно гордиться, это то, что интересно, это то, что сейчас в тренде в России. И нам хочется, чтобы ребята из деревень это почувствовали и использовали уже в своей работе, потому что они ведь не только участники самодеятельности сельских домов культуры, но они еще и сами тоже организаторы мероприятий. Образовательная площадка, которая в этом году празднует свой пятилетний юбилей, первые три года имела статус районного и проводилась на базе села Устье. Уже два года форум имеет статус окружного и проходит в рамках государственной программы Ненецкого округа «Молодежь НАУ». Форум пользуется огромным успехом у ребят из разных населенных пунктов округа. Это и те, кто занимается в области народной культуры, и чтецы, и многие другие активные и молодые ребята. Я посетила «Арт-квадрат» впервые, но для меня он подарил столько эмоций, сколько я не испытывала целый год. Это выступление, это общение с людьми, с творческими, такими же, как я. И, несомненно, этот опыт пригодится мне в дальнейшем будущем, потому что наши великолепные педагоги, которые работали с нами эти дни, безусловно, оставят след в нашей жизни. Больше всего мне понравился день сегодняшний, потому что у нас такие были взрывные эмоции, буря новых ощущений каких-то было, то есть нас зашкаливало это всё. Очень понравилось. Я научилась очень быстро учить, потому что в таком темпе... В прошлом году у нас ещё было 10 дней, а в этом году я поняла то, что тогда мы ещё не торопились. А вот сейчас именно вот эта собранность, этот темп работы, то, что без остановки, ещё сплочённости. Собранность и сплочённость ребят научили невероятно талантливые, увлечённые своим делом педагоги, которые были приглашены специально для ребят. Это и Анастасия Колесник, магистр культуры из Москвы, педагог детских коллективов художественной самодеятельности, которая в телевизорскую приезжает уже в третий раз. Здесь особая атмосфера. Здесь определённые люди, которые хотят работать, которые хотят получать знания, которые запоминают то, что им говорят, и с интересом воспринимают новый материал. То есть здесь это, можно сказать, знаете, как Александр Сергеевич Пушкин, все равны, как подбор, с ними Галина Александровна. Это человек, который этих ребят держит, который их собирает, который их мотивирует, и такой молодёжи мало. Это, можно сказать, золотая молодёжь, это сливки современного вообще нашего общества. Кадриль, хоровод и просто русские народные пляски. Научиться их плясать ребята смогли благодаря Дуниной Ине. Режиссёр, руководитель киностудии и мастер по русским народным танцам. Она с восхищением отзывается о первой поездке на земли Крайнего Севера и о ребятах, которые здесь живут. Мы с ребятами здесь, на Севере, пытались реконструировать как бытовые танцы, так и кадрили, которые вы сегодня увидели в спектакле. Мне очень понравилось работать с ребятами, потому что они настолько талантливые, что очень быстро схватывают материал. Конечно, мало времени было, всего три дня, таких плотных, чтобы танцевать, учить текст, петь. Но, в принципе, они справились с задачей. Хотелось бы, чтобы в следующий раз, если всё-таки фестиваль будет жить, времени было больше, и мы бы тогда отточили мастерство, и ребята уже стали вообще профессионалами, что смогли бы и других научать таким замечательным танцам. Игры, песни, кадрили, игра на музыкальных инструментах и сценарное мастерство. Сложна и многообразна народная культура. Всего за пять дней юные дарования продемонстрировали сплочённость, собранность и профессионализм. По восемь часов на сцене. И конечный результат – постановка, отрывка произведения Александра Сергеевича Бушкина «Граф Нулин». Елена Семёнычева, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом пока всё. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее прогноз погоды.